Украина. Они сделали хорошую работу. Мы знаем, что это сложно победить здесь, особенно в Украине. И они сделали очень хорошую квалификацию европейской. Но мы сделали лучше, чем мы могли. И я рада за нашу команду. Они сделали тяжело играть. И их команда тоже провела хорошую игру. Я держусь игройской командой. Окей, и Кэрин Каев, тренер. Какая игра сегодня? Мы играли против очень сильного команды. Украины получили хорошо победу. Я думаю, что в этом направлении они будут победить в победах европейских чемпионов. Мы, как Германия, знаем, что в этом направлении мы не сможем победить эту победу. Но я думаю, что моя команда поддерживала хорошо. И они играют сильнее на оборудовании. И это все нормально. Мы строили программу. Мы получили хорошую команду. В следующие несколько лет. И мы пытались победить в Украине. На данный момент я могу только сказать, что эта команда сегодняшняя работа. Мы знали, что мы играем против сильной команды. Я думаю, что команда Украины – это один из претендентов на медали чемпионата Европы. Мы играли в свою игру. У нас был свой план на игру. И на ближайшие несколько лет… Я довольна результатом. Мы выиграли. Значит, мы прошли. Правильно? Что может быть лучше? Конечно, мы начали не совсем так, как планировали. Был небольшой провал. Но мы, естественно, давно не играли вместе. Это, ну, как мы уже говорили, такие игры во время сезона, они имеют свои плюсы, свои минусы. Один из минусов – это то, что это была наша первая игра. Нам не удалось играть никаких товарищеских матчей. Вот. И поэтому нам нужно было время, чтобы войти в свою игру и забить свои броски, потому что все-таки в зале немножко прохладно было. Вот. А в целом, я считаю, что мы сыграли команду и мы молодцы. Завдание минимума, как вы на эту квалификацию выиграли, но больше того, 5 после перемог. С каким настроем будет выиграть в Сербии? С таким, чтобы показать им, что мы будем бороться до последнего и что мы будем бороться за первое место, потому что это очень важно для нас в дальнейшем. И будет нелегко играть, потому что у них очень большой зал. Придет очень много людей их поддерживать. Но я думаю, что если мы сыграем командно, если мы будем поддерживать друг друга, то нам это никак не помешает. В начале моего игру не очень хорошо. Хотя имели все броски свободные, к сожалению, не забили. Игра против зоны защитит не от своей особенности. И сильно зависит от процентов от удаления из очков бросков. Но несколько замен мы видели, что Аня Ольховик очень удобно вышла. Забила пару трешек, подобрала, перехватила, забила. И потом все покатилось по накатам. Мы просто должны были играть. Мы готовились к этой зоне, были к ней готовы. Разбирали эту зону, знали, как они играют. Что меня больше всего порадовало, что мы имеем на сегодня 26 асистов. Это хороший показатель. Мы не играли каждый для себя, а играли как команда. Это самое важное для меня, чтобы команда играла как команда, а не решала свои какие-то шкурные моменты, ущерб командному результату. Это меня очень действительно порадовало. Я благодарен всем игрокам за то, что они полностью отдавались игре. И что они смогли дать такой хороший результат. За поддержку зала могу сказать, что детские болельщики самые благодарные болельщики, которые могут быть. Они поддерживают команду всегда. И когда выигрыши, когда проигрыши, зависит от нам. Они хорошо разбираются в баскетболе, подсказывают мне, когда взятый вал. Так что это самые лучшие болельщики. И раз, что они пришли по мощному. В основном на Евробаскет уже квалификировалось, но все понимают. А возможно, не все, да? Насколько важливо первое место в группе? Ваш вот анализ раскладов финальных, так? Насколько важливо потрапить это самое? Будет первым для того, чтобы потом отримать хорошее сейное место? Я бы выделил немного другой момент важности этой игры. Не столько важно, конечно, выйти с первого места. Вопросов нет. Но намного более важно, чтобы наши игроки поверили в то, что они могут так выигрывать любую команду. Вот это нам даст там, на финале. Евробаскет даст нам уверенность в своих силах. Они будут понимать, что они это могут сделать. Чтобы они не чувствовали себя какими-то обреченными. Они их один раз обыграли. И нам по силу сделать это и второй раз. Только зависит все от них, как они будут стараться, как будут играть в защите, как будут играть в нападении, убрать лишние ошибки, добавить на подборе. И у нас есть все шансы побороться со сборной Сербии, несмотря на то, что они и чемпионки Европы, и бронзовый призер Олимпиады.